Эй, погоди, перед тем как ты посмотришь ролик, зацени превьюшку к нему. Неплохо, правда? Ну а если ты нуждаешься в качественном оформлении для своего ютуб канала, группы вконтакте или даже товара на маркетплейсах, то я советую тебе обратиться в группу Рейник Дизайн, ведь именно там ты можешь сказать мега качественное оформление по очень приемлемым ценам. А если денег нет или совсем не хочется тратиться, то прямо сейчас Рейник запустил топовый конкурс с различными призами, от скидки на свою работу до собственных дизайнерских паков и бесплатных превью. Ну а ссылку на Рейника ищи в описании. И помни, что промокод Киповский даст тебе 15% скидки на первый заказ. Здоровый народ, мы вновь на провинции, третий сервер. И в этом ролике я решился купить реально классную и эксклюзивную тачку, которую очень редко можно встретить на провинции. Ко всему прочему, она еще и довольно быстрая, что поможет мне довольно комфортно проходить батл пасс, который прямо сейчас проходят все игроки провинции. Кстати, напиши в комментариях, на каком уровне батл пасса ты. Но я напоминаю, что ссылка на скачивание игры находится в описании. Загружай игру, устанавливай и начинай играть вместе со мной. А мой промокод Киповский даст тебе скидку 25% на покупку дома или машины на третьем уровне. Но я не буду медлить, погнали к ролику. Так, ну и естественно, чтобы приобрести новый автомобиль, я приехал в Мирный, потому что именно здесь продается та тачка, которую я хочу купить в этом ролике. Как вы можете догадаться, это довольно недешевая машина, даже очень-очень и очень дорогая. Поэтому сейчас мы доедем до автосалона, и там я вам уже покажу, что я собираюсь брать. Подъезжаем вот так вот к автосалону, паркуемся напротив на своей десятке, потом я ее отсюда заберу. Десятка это вообще машина на все времена. Буду зимой на ней еще кататься 100%. Ну а пока что, давайте забежим и посмотрим, что вообще здесь есть за ассортимент автомобилей. Ну, в общем, он тут солидный, как вы видите. Есть, конечно, всякие Мазерати, на чем тоже особо никто не катается, и тоже можно назвать эксклюзивным. Мустанги всякие, Супра новая тоже классная. Тесла мне очень нравится, я бы тоже ее купил. Вообще Тесла одна из любимых машин, я когда играл на шестом, по-моему, это вообще моя основная машина была. У меня был огромный автопарк, но при этом я оказался только на Тесле, потому что просто имба. Но в этом ролике я хочу посмотреть на Феррари 488 GTB. У меня была цель, я в недавнем ролике ее озвучивал, я хочу собрать, хотя бы попробовать, собрать автопарк в суперкарах. Реально дорогих, люксовых, классных машин, крутых суперкаров. И Феррари, я считаю, должна стать первой в этой коллекции. Вы просто посмотрите, как она классно выглядит. Почему она эксклюзивная? Она же продается в автосалоне, вы спросите. Потому что на самом деле, эта машина, она раньше, вот совсем недавно, она была помимо того, что с не очень такой моделькой, она была еще и с ужасным хендингом, то есть с ужасными настройками. Она плохо рулилась, она плохо там разгонялась, тормозила. В общем, вообще в целом, она не то, что там тормозила, разгонялась. В основном в рулежке и в сцеплении была проблема, потому что эта машина была просто машина-убийца. На ней ехать было быстро, очень опасно, или, ну, где-то тебя кинет, ты ее никогда не поймаешь, ты на ней разложишься. Поэтому на них никто особо не ездил. На дорогах можно было встретить Хуракан очень часто, какой-нибудь Авентадор еще дорестовый, да, когда был, и так далее, и тому подобное. Но Феррари была очень всегда редкая, и до сих пор такой остается. Просто потому, что люди толком-то так и до сих пор не поняли, что сейчас эта машина реально классная. Я на ней чуть-чуть прокатился там, на тесте за кадром, осознал то, что она более чем классная. То есть у нее сейчас и моделька хорошая, у нее сейчас и настройки ничего себе какие лютые. Ну, в общем, вы сейчас это еще увидите. Вообще, сейчас нужно еще с цветом определиться, потому что я уже точно знаю, что я ее буду брать, потому что я хочу ее взять. Это та тачка, которой я не владел. Я владел Хураканом, я владел Авентадором, я владел другими разными интересными тачками на провинции. Но Феррари, так что полноценно взять, купить и покататься, там не пару дней продать. Да, у меня она, конечно, была на старом госе, она же с помощью сервера когда-то там. Ну, буквально вот чуть-чуть немножечко, и она была тогда, скажем так, другая. Сейчас это, ну, опять-таки, две разные машины, понимаете? Вот этой Феррари, конкретно вот с обновленной чуть-чуть моделькой исправленной, да, с новыми настройками, я не владел. Поэтому хочется, так скажем, повладеть. Почему-то я хочу взять ее черной. Вот именно сейчас, именно в этот момент, я хочу взять ее черной. Я уже просто вижу, какую расцветку я ей сделаю. Но, с другой стороны, опять-таки, нам ничего не мешает потом взять ее просто перекрасить, потому что мы сейчас сразу, скорее всего, поедем в тюнинг. Еще мне не понравилось, что они не работают почему-то оптика. Вот этот моментик нужно тоже написать будет, карпакерам, я думаю, закинуть. Потому что, ну, странно, да, что у Феры не работает оптика. Это что за фигня вообще? Точнее, как она работает, но она работает как-то не так, как должна. А так, в остальном, это просто прекрасная машина. Ну, сзади, естественно, с оптикой все прекрасно, все очень круто. Там все варики, поворотнички. Даже давайте, наверное, возьмем ее на тест-драйв за 20 тысяч всего. Ё-моё, как же она круто выглядит, на самом деле. Еще в этом черном цвете. И чтобы вы понимали, вот я буду на ней кататься по провинции, я буду реально ультра-эксклюзивный. Ну, я буду приезжать даже куда угодно, и там не будет таких машин, скорее всего. Там просто не будет Феррари. Понимаете? Вероятнее, там будет какая-нибудь Феррари или Феррари, нежели 488 GTB, чтобы вы еще понимали, да? Потому что их прям совсем мало. Но это прям совсем крутая тачка. При этом она сейчас, ее сейчас не заносит, ее сейчас не кидает. Ты сейчас можешь на ней спокойно кататься. Она до сих пор осталась на заднем приводе. То есть, ее не заносит не потому, что у нее полный привод поставили, и все, да? Она также осталась вот на заднем приводе. И она не едет, если я зажимаю пробел, там и W. Соответственно, задний привод мы фиксируем. Но при этом она вообще очень классная. Можно даже бачком в повороты залетать. Короче, там максимально теперь классная, стабильная, интересная машина, которая круто выглядит, которая круто едет, которая офигеть как ускоряется. Если вы вдруг не заметили, она офигеть как ускоряется. Потому что эта машина получила новую настройку. И по идее, я-то думал, она будет ускоряться похуже. Но ускоряется она очень хорошо. Сейчас мы вот по этой прямой. Если что, естественно, мы сейчас на тест-драйве. Здесь никакие штрафы не приходят. Здесь ПДД можно не соблюдать. Ну, вдруг у кого-то какие-то претензии, вопросы имеются, да? Вот мы там и 300 разменяли по этой трассе. Это очень хорошо для новой настройки. Она очень бодро едет. Потому что я только что катался на стейдж-3 Акуле. И Акула едет гораздо хуже. Короче, Фера это просто имба. Поэтому я хочу ее приобрести. Выбираем ее в автосалоне, значит. Выбираем ей цвет. Выбираем черный. Выбираем кнопочку приобрести. И нажимаем приобрести автомобиль. За 17 миллионов 350 тысяч рублей. Нам еще прилетает рамка, что у нас официальный дилер, мир авто, все дела. И у нас еще есть миллион 300 для того, чтобы мы сейчас на этой фере доехали до тюнинга. Сейчас мы будем сразу что-то подбирать. В принципе, сейчас можно какие-нибудь, наверное, диски и подобрать. Потому что сейчас же есть возможность, если что, снимать диски. Поэтому в случае чего я просто-напросто сниму диски и опять буду на стоковых. Потому что раньше-то я не ставил диски, потому что было жалко их снимать. Потом просто так деньги сливать. А сейчас, в принципе, можно туда-сюда их кидать. Так, первое, что я хочу сделать, это салон. Потому что я хотел поставить темно-красный салон. Реально. Ну, вот такой типа салон хотел поставить. Потому что в этом какой-то стиль есть. Знаете, типа черная машина вот на таком салоне. Вот на таком салоне, типа. Я хотел как-то вот так сделать. Ну, не знаю. Сейчас придется еще с цветом играться. Потому что, может быть, и белый лучше сделать. Я, честно говоря, не знаю. Хотелось бы, чтобы эта машина, наверное, яркая была, да? Давайте пока белую сделаем. Потому что белый тоже классный цвет. На фере тоже круто смотрится. Возможно, простоват в каком-то смысле. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Всякие разные тут есть. Но нужны прям какие-нибудь, не знаю. ХРАЕ, ВОСАНЫ, слишком нету. Нужны какие-нибудь ХРАЕ. Где здесь ХРАЕ? Вот. Какие-нибудь интересные ХРАЕ. П101. Ну, интересно. Но их все ставят на все машины. Поэтому, к сожалению, это не вариант. Вот такие еще прикольные диски. Мне тоже нравятся. Смотрятся они интересно на фере. Но стоят они прям непомерно дорого. Это слишком много. Так, а если стоковые сделать потемнее? Типа серыми. Это нормальная идея будет? Ну вот, типа 1А, 1А, 1А. Давайте сделаем. Можно сделать от эфери черную крышу. В принципе, в сочетании с колесами. Я думаю, что это выглядит тоже стильно. Давайте поставим. Всего 100 тысяч. Закинем. Почему бы и нет. Давайте, наверное, молодой и перспективный. Потому что, в принципе, что еще? Ну, не молод здесь на жигулях же ставить. Очевидно, да? Молодой и перспективный. А что, не перспективный на такой машине? По-моему, очень даже перспективный. 200 тысяч. Крыша. Цвет колес. Цвет фар. Номерная рамка. Приобретаем. Боже мой. Как же она теперь классно выглядит. И насколько же я теперь буду выделяться реально из-за общей массы машин на провинции. Вообще, потому что это Феррари, да? Во-вторых, потому что их реально, ну я говорю, их нет. Этих машин нет. И едет она. Ну, она едет просто сумасшедшая. Она очень сумасшедшая едет. Это очень круто. Для новой настройки. Это очень круто. Я вам точно скажу, что эта Фера будет раздирать некое, ну, большинство, наверное, машин на провинции. Когда они все уже будут на новых настройках. Даже сейчас, я думаю, что уже некоторые тачки просто останутся далеко позади. Надо будет с кем-то встать. Надо будет с кем-то загоняться. Надо будет с кем-то в драках поучаствовать. Но это, наверное, уже в другом каком-нибудь ролике. Потому что сейчас пока без этого. Ой-ой-ой. Вот ее закинуло, и я ее поймал, понимаете? Вот, ну, опять-таки, задний привод ее все равно будет закидывать. Очевидно, да, что она не может быть идеальной на заднем приводе. Потому что задний привод есть задний привод. Но при этом я ее поймал. Ну, вот такое вот приобретение, ребят, с салона. На самом деле, я так не часто делаю. Чтобы взять, поехать такую машину взять с салона. Можно было ее с рук поискать. Но я, честно говоря, я не хотел. Я вот прям вообще не хотел. Совсем не хотел искать ее с рук. Потому что, ну, блин. Камон, зачем? Хочется, чтобы там был я один в ПТС. Чтобы это весь пробег был мой. Чтобы вообще полностью машина была на 100% моя. Как я на 6-м севере покупал Макларен. Там себе Теслу. Какие-то свои любимые машины, да? Давайте сейчас заправим сотого. Сотого бензика. Не знаю вообще, есть ли на провинции сотый бензин. Или мы сейчас такой 98-й, наверное, будем заливать. А почему не сотый, интересно, вот в эту машину? В принципе, без разницы. Давайте посмотрим, сколько у нее бак. И хочется, чтобы вот это с фарами пофиксили. Потому что у нас, получается, габаритов нет. Вообще нет. Ну, нет, все. Как бы мне-то пофиг. Мне-то сзади очень нравятся, какие фонари. А вот то, что габаритов нет, конечно, печально. Ну, что, 78 гитров, в принципе, норм. Самое то, то, что нужно. Будем, будем, короче, обкатывать, ребятушки. Будем сейчас, буду кататься. Я думаю, что в ближайшее время там будет стрим. 29-го числа, по-моему, планировал я стрим. Поэтому, скорее всего, он там будет. На нем мы уже и будем обкатывать, проходить батлбас. Если что, залетайте. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк. Напишите в комментариях, как вам фера. Считаете ли вы ее эксклюзивом вообще в целом? Какие вообще тачки для вас эксклюзивные и интересные? Какие машины есть у вас? Пишите обязательно об этом в комментариях. На этом, ребятушки, все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.